Остров Монгольскую жабу Наверное, не у многих раскинувшийся здесь ландшафт, похожий на степь, ассоциируется с местом жительства представителей земноводных, или, по-другому, амфибий, к которым и относится наш герой. Однако, именно в этих местах, где преобладает засушливый климат, мы и можем встретить монгольскую жабу. В дневное время жабы прячутся у входов в норы. Интересно, что самостоятельно вырыть себе жилища жабы не могут, так как местность состоит из твердого каменистого грунта. Но они нашли выход. Норы сусликов Как мы уже сказали, днем жаб встретить достаточно трудно. Кормовая база жаб напрямую зависит от прилегающих к водоемам луговых участков. Они обеспечивают пищей множество беспозвоночных, а те, в свою очередь, служат пищей для самих жаб. С наступлением сумерек и в первой половине ночи можно встретить жаб, которые вышли на охоту. Без дополнительного освещения здесь не обойтись. Стоит отметить, что монгольская жаба занесена в Красные книги Иркутской области и Республики Бурятия. Поскольку жабы на острове Ольхон крайне малочисленны, а места их обитания подвергаются большой антропогенной нагрузке со стороны отдыхающих, специалисты заповедного Прибайкаля ежегодно проводят учет численности этих животных. Многолетний мониторинг позволяет следить за состоянием популяции амфибий. Для этого на определенном и ограниченном участке подсчитывают численность всех найденных жаб. Затем всех пойманных животных измеряют и взвешивают. После этого их отпускают обратно, вести свою обычную жабью жизнь. На этом команда проекта Байкальские зарисовки прощается с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok